Венсполс – дружественный для малыша город. Это не просто девиз, но и основанное на двух опросах утверждение, участником которых стали венсполские молодые родители. В рамках второго опроса было прислано больше предложений, чем в рамках первого. Однако первый стал более продуктивным. Улучшения коснулись сфер инфраструктуры, образования и медицины. Первое, что приходит на ум – привлечение врача-аллерголога. Сыну друзей нашей семьи нужно было посетить аллерголога. Очень классно, что это можно сделать на месте. Также плюс в том, что визит компенсируется. В рамках второго опроса было получено 439 предложений. Многие из них повторяются с предложениями из первого опроса. Родители до сих пор ждут начала перестройки съезда на перекрестке улиц Райне и Кулдегас. Кто-то из родителей также указал, что пандус на пляже синего флага слишком короткий, и мамам приходится тянуть коляску по песку. По словам Карины, молодой мамы, которая только что вернулась с прогулки по пляжу, по Приморскому парку также сложно передвигаться с коляской. Бабушка Татьяна о жизни Венспилса с маленькими детьми говорит следующее. Как вам кажется, Венспилс – это дружный для малышей город? Да, я считаю, да. Что вам нравится в этом городе, если есть семья с детьми? Вы знаете, мне вообще в этом городе нравится все, потому что я сама родилась здесь, дети родились здесь, и школу заканчивали. И на глазах, когда город меняется, и только в лучшую сторону, это просто радует. Венспилские мамочки также положительно оценили установку регулятора очереди в регистратуре Северокурзомской региональной больницы. В городе наблюдается новая тенденция. В детских садах, в ясельных группах не хватает мест. Ну, нам очень нравится. Во-первых, живем рядом, что очень удобно. Ну, и новое есть новое, конечно, как всегда. Но самое главное, что прекрасные воспитатели и нянечки. Но малыш же очень, очень маленький ребенок. Зачем решили все-таки детский сад? Ну, маме надо было на работу выходить, бабушка уже на пенсии с дедушкой, поэтому есть возможность присматривать. Но не такой маленький уже год и восемь, вот год и девять будет уже пора. Своих детей отдавали раньше и все нормально вырастили. С двух- и трехлетними детьми работают два педагога. Нужно успеть уследить за всеми восемнадцатью малышами. Разбудить, одеть, накормить, уложить спать. Многие мецполские мамы решают вернуться на работу раньше, а ребенка устраивают в детский сад. Маленьким детям нужно много внимания. Каждый хочет что-то спросить, каждому нужно что-то рассказать, показать. Взрослых двое – нянечка и воспитатель, а детей 18 – это большая группа. Все места заняты. Если какой-то ребенок перестает ходить в садик, то на его место тут же приходят следующие из очереди. Пустых мест в группе не бывает. В опросе упомянут и вопрос занятости маленьких детей. Мысли родителей расходятся. У нас вся неделя расписана. Мы посещаем студию Орф, музыкальную студию. Ходим на занятия в Монте-Сори, ходим в бассейн, посещаем детские библиотеки. Это прекрасные места для семей с детьми. Многие не знают, что там не только книги, но и игрушки. Это классное место, там можно провести несколько часов. Двух-трехлетнему ребенку есть чем заняться? Кружки? Да, к нам в садик приходит тренер по гимнастике. Чем ты занимаешься в садике? Занятиями. Я занимаюсь гимнастикой, пением. В Венсплс есть возможности и для малышей. Мы хотим записаться в бассейн, но нужно потянуть здоровье. В рамках программы Венсплс «Дружественная для малыша город» проходят и бесплатные лекции для родителей. В начале марта состоялась лекция Дианы Занде, на которую пришло много заинтересованных родителей. Нас услышали и присвоили средства для проведения еще одной лекции доктора Дианы Занде. Потому что на первой лекции нам пришлось закрыть регистрацию, чтобы всем было удобно. 21 апреля состоится еще одна лекция Дианы. Название лекции ребенок меня не слушает. Что мне с этим делать? В рамках опроса семей 67% родителей положительно оценивают повышение пособия по рождению ребенка.